Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Несколько дней назад я начала серию видеороликов про дезинфекцию теплицы, как весной можно обработать теплицу. И в первом своем видео я рассказала, что способов обработки огромное количество. Есть обработки совсем мягкие, щадящие, есть очень жесткие. Я показала в той теплице, где я посеяла сейчас капусту, что можно обработать просто кипятком, пролить прям горячей водой. Показала, что стены можно обработать фитоспорином. Показывала, как просто ручной брызгалкой можно обрызгать, помыть тряпочкой. Показала, как можно помыть автомойкой. Сегодня я перейду к следующему способу обработки теплицы дезинфекцией. Это с помощью марганцовки. Это очень-очень старый, проверенный, известный способ марганцовки. Ой, сейчас разводим раствор марганцовки. Раствор должен быть вот такой вот, не очень крепкий. Вот таким я мою сейчас поликарбонатовую теплицу буду мыть. Ведь теплицу мы моем не только для дезинфекции, но и для того, чтобы она стала у нас как новая, прозрачная. И буду я мыть, показывать, как я мою, средством для опрыскивания растений жук. Почему я всегда использую разные вот эти подручные средства? Сначала я показывала брызгалку обыкновенную, потом я показывала автомойку, сейчас я вот буду показывать жука. Потому что многие люди весной, когда наступает пора обрабатывать теплицы, у них у всех это есть, у начинающих. Но они просто не могут, как сказать, не могут додуматься, что вот такие вот эти средства для, например, мойки машин и для опрыскивания растений можно тоже использовать для обработки теплиц. Средство автомойки прекрасно вычищает все вот эти вот, так же хорошо. Жук-то вообще у многих есть в хозяйстве, просто редко кто его применяет, а это очень удобно. Вот эта телескопическая антенна, которая выдвигается, пожалуйста, вот потолок. Все эти металлоконструкции вы ничем больше так хорошо не промойте, но если нет автомойки, кроме как вот этим вот опрыскивающим устройством, жук, ну или другие подобные есть, импортные. Все вот этой марганцовочкой, слабым таким раствором, все поликарбонаты, все вот эти вот железочки, все я сейчас пройдусь, это тоже очень быстро, смывать ничего не надо, повторюсь, что конденсат потом все смоет. Единственное, что вот этот низ, где у нас остается плесень от растений от прошлого года, его, конечно, потом придется вот этой щеточкой пройтись еще раз, и еще раз начисто все пробрызгать. Вот эти все средства обработки теплицы кипятком, но когда кипятком, то стены можно или просто теплой водой, или фитоспорином, кипятком, фитоспорином, марганцовкой, они все как вот по нарастающей, если водой горячей кипятком, это простая, нейтральная вообще обработка, фитоспорином, это уже нужно ждать неделю, чтобы там споры поработали, марганцовкой считается еще более жесткий, немножко жестковатый способ, потому что, когда мы обрабатываем, ладно, мы панели вот помыли все, но когда мы обрабатываем землю марганцовкой, некоторые обрабатывают более крутым раствором, чтобы убить грибок, убить всю вот эту микрофлору, и вот этот способ, он немного уже как жестковатый, потому что вместе с плохими грибками, марганцовка убивает и полезные наши микроорганизмы, и конечно, что в этот же день вы ничего уже посеять не сможете, как например, как после кипятка, фитоспорин ждем неделю, после марганцовки тоже день-два нужно подождать, желательно потом теплицу проветрить, и вот после марганцовки по нарастающей дальше идет уже медный купорос и хом, это медь содержащие, если у вас был в прошлом году грибок в теплице, различные заболевания, то будем уже обрабатывать медным купоросом, и самый-самый эффективный, самый всеубивающий, и самый жесткий способ, это уже в конце серная шашка, но если у вас, я вот еще раз повторю, каждый выбирает способ сам, но не выбирайте самый жесткий, самый такой крутой способ, когда умирает вообще все, если у вас хорошая атмосфера в теплице, если не было заболевания, то достаточно промыть поликарбонатовые панели марганцовкой или фитоспорином, и достаточно полить землю тоже фитоспорином или некрутым раствором марганцовки, который не будет вреден, ну такое профилактическое просто обработка, так же как мы делаем в лотках перед посевом, но эта обработка, вот о которых я сейчас пока рассказываю, это только от заболеваний, если вы будете обрабатывать от вредителей, от насекомых, то нужно пользоваться еще дополнительно, совсем другими средствами, короче средства для борьбы с вредителями, интексициды что ли, такие как искра, там еще какая-то, я потом, если буду обрабатывать, я делаю это не каждый год, я тоже вам расскажу, вот это вот обработки только от грибковых различных заболеваний, от заболеваний, которые могут остаться с прошлого года на стенах и в грунте, все, до свидания, конечно, каждый понимает, я не буду повторять, что перед тем, как обработать стены, нужно убрать все растительные остатки, постараться вычистить, и грунт мы обрабатываем до перекопки, потому что обычно все эти вот наши болезнетворные бактерии, находятся в верхнем слое грунта, если мы перекопаем грунт, то мы их туда заглубим дальше, и заразим еще нижние слои земли, вот сейчас пока не перекопано, вот эту вот зелень я уберу, и просто сверху полью, я никогда не рассчитываю норму полива, сколько там некоторые высчитывают, надо 2 ведра или 3 ведра, просто поливаю как полив, смачиваю верхний слой грунта, все день-два жду, вот после того, как если марганцовкой, и можно приходить высаживать или сеять сюда, до свидания, с вами была Ольга Чернова, и я показывала вам и рассказывала, вот о такой простейшей обработке, самой доступной, самой такой демократичной, не нужно ничего покупать, отдельно средств, развели раствор марганцовки, обработали стены, обработали грунт, подождали 2 дня, и пожалуйста, приступайте к посевам или к высадке, это обработка раствором марганцовки, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok